У нас тут последний выпуск нового сезона, а мы почти дошли до Петра I, так что, может быть, закончить на нём? Ээээ... Нет, сегодня у нас Фёдор Алексеевич и Царевна Софья, и беспокойные стрельцы, и агрессивные турки. Так что будет интересно. Поехали. У Алексея Михайловича было много детей. Реально много. Так много, что они меняли себя на престоле по порядку старшинства. Но обо всём по порядку. Основные действующие лица. Фёдор Алексеевич, наследник престола, был образован и подкован в польском, но страдал цингой. Иван и Пётр Алексеевичи. Первый тоже болел цингой, заикался и плохо видел, и это в 16 лет. А второй... Блин, это же будущий император Пётр I. Ну и, наконец, Софья Алексеевна, старшая сестра, любимица стрельцов. А, ну ещё есть мама царевича Петра, Наталья Кирилловна Нарышкина. Но до неё мы ещё доберёмся. Итак, в 1676 году царём становится Фёдор. Его обучал известный учёный, поэт Семён Полоцкий. А сам царь любил военное дело, и любимой игрой со сверстниками у него были потешные сражения. Так что это не заслуга Петра, это у них семейное. Хм, с чего бы начать? О, золотое правило отечественной истории. В любой непонятной ситуации, русско-турецкая война. В 1677 году турецкая армия вторглась на левобережную Украину. К слову, на тот момент Турция в Европе, мягко говоря, наводила шорох. Османская империя оккупировала правобережную Украину и хотела собрать этот восточноевропейский пазл до конца. Основные бои развернулись вокруг крепости Чигирин, от которой буквально камня на камне не оставили. В итоге, по Бахчисарайскому мирному договору, граница стала проходить следующим образом. Да, всё верно. Ничего не изменилось. В учебниках часто пишут, что в этой войне победила наша страна, ведь османам не удалось занять Восточную Украину. Ага. Они вообще-то и не пытались. А вот русский царь был вовсе не прочь полностью занять все украинские территории, но как раз этого ему и не удалось. Да, русская армия не потерпела крупного поражения. А позорную дань крымскому хану, вассалу Османской империи, продолжила выплачивать. Да, в войне хорошо показала себя пехота, особенно организованная, так называемые полки иностранного строя. Но превратить их в действенную наступательную силу сможет только Пётр. И то против шведов. И то не сразу. В общем, всё хорошо, что статус МКВО кончается. Сразу же начались мероприятия по реформированию армии. Вместо кучи налогов вводится единый налог – стрелецкие деньги. Вводилась новая система разрядов и механизм комплектования полков. А на юге возводится 500-километровая изюмская засечная черта от набегов крымского хана. Не забывал царь и о внутренних мероприятиях. Немытьём-то катаньем в 1682 году было окончательно отменено местничество. В честь этого были публично сожжены разрядные книги и местнические списки. Да, вы знаете, про что тут можно пошутить, но нет. А, и ещё немного о налогах. Теперь их собирали не с человека, а со двора. Идея была в том, что за количеством дворов следить проще, чем за этими вечно плодящимися людьми. Но последние быстро смекнули, в чём подвох, и начали селиться плотнее друг к другу, дабы платить меньше. Всё как всегда. После смерти Фёдора Алексеевича на престоле оказался 10-летний Пётр. Возможно, умерший царь понимал, что смекалистый мальчуган с пытливым умом лучше подслеповатого заики. Но с этим были не согласны Милославские, родственники царевича Ивана. Поэтому с их подачи оба мальчика были объявлены царями. К сожалению, мать Петра, Наталья Нарышкина, не смогла заручиться поддержкой. А Милославские провернули политическую авантюру. Они распустили среди стрельцов слух, что царевич Иван был задушен Нарышкиными. Ну, вы знаете, стоит только сказать, что какой-нибудь малолетний царевич умирает, как у всех сразу крышу сносит. В общем, стрельцы устроили трёхгневный бунт, убивая и пытая всех неугодных бояр и дворян. В честь своих «свершений» они водрузили на Красной площади обелиск с указанием тех, кому не успели навалять. В итоге Иван занял главенствующее положение, а их с Петром, сидящих на специальном спаренном троне, консультировала их старшая сестра Софья через специальное окошечко в спинке этого самого трона. Да, я серьёзно. Эта штука даже стоит в оружейной палате. Как вы уже догадались, вся полнота власти оказалась в руках царицы Софья. Впрочем, были у неё и соперники. Например, Хованский. Нет, другой Хованский. Да, этот Хованский. Он был назначен главой Стрелецкого приказа и использовал всё тех же буйных стрельцов и даже старообрядцев для давления на Софью. В итоге всё кончилось сбором дворянского ополчения, выманиванием Хованского, его казнью и массовым челобитием стрельцов. Даже обелиск срыли. Новым фаворитом Софьи стал Василий Голицын. Поговаривали, что Софья даже тайно вышла за него замуж. Возглавляя посольский приказ, Голицын пошёл на контакт с Австрией и Польшей, дабы скорректировать совместную борьбу с Турцией. В итоге Россия формально вошла в Священную Лигу – Общий Европейский Союз против Османов. Для этого с Польшей в 1686 году был заключён так называемый «Вечный мир», по которому Киев и Левобережная Украина навечно признавались за Россией. Мы соглашались разорвать все отношения с Крымом и вступить с ним в войну. В 1687 и 1689 годах состоялись так называемые «Крымские походы русской армии во главе с Голицыном». Ну, что тут можно сказать? Со второго раза наши войска добрались до Перекопа. Да. Зато это здорово отвлекало турецкие и крымские силы западных рубежей. Что здорово помогало нашим союзникам? Ну, нам с этим не привыкать. А тем временем Софья делала всё, чтобы удержаться на престоле. Фактически провал крымских компаний и вечно неугомонные стрельцы подрывали авторитет царицы. На монетах стали чеканить её изображение, а себя она стала называть самодержицей. В 1687 году ею была открыта славяно-греко-латинская академия. Первое в нашей стране высшее учебное заведение. Не университет, а именно высшее учебное заведение. Так что МГУшники и СПБГУшники могут успокоиться. Но Пётр мужал и по настоянию матери женился на Евдокии Лопухиной. Что, по идее, доказывало его взрослость и самостоятельность. После некоторого политического противостояния будущее Софье было предрешено. Она являлась регентом и не могла претендовать на полноценную власть. Эта самая власть перешла к двум братьям, Петру и Ивану. Причём последняя всё так же не имела никакого политического веса. После падения правительства Софьи она была заключена в Новодевичий монастырь. А после очередного стрелецкого бунта 1689 года и вовсе пострижена в монахине. Прожив остаток жизни, всё в том же монастыре. Да, в очередной раз с женщиной-правительницей как-то не заладилось. Но у нас в следующем сезоне их будет предостаточно. История намного интереснее, чем вам кажется. Если вы любите историю и хотите помочь развитию проекта, то просто поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. А вообще всё как всегда. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подробнее обо всём этом читайте в описании к ролику. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok